Поздравляем! Ваш матрасик полностью доношен. В роды играться не будем, это все равно невозможно. Девчонки, привет! Сегодняшнее видео будет иметь такой юмористический характер, и я советую вам показать это видео вашему любимому человеку. Возможно, после него он вас будет больше понимать, может быть, даже полюбит сильнее, но в конце концов просто вместе посмеетесь. И да, скажу сразу, что на съемку этого видео меня вдохновила одна статья из интернета, я так и не нашла, кто ее автор, просто хотела бы, чтобы вы вместе со мной посмеялись. Дорогие наши мужчины, выполняйте предложенные далее упражнения аккуратно, на протяжении всего срока, что ваша любимая вынашивает ребенка, и тогда она уж точно перестанет быть для вас загадкой. Поехали! Итак, чем же вам стоит заниматься в первые три месяца, чтобы понять, как себя чувствует ваша любимая в этот период? Первое это, напивайтесь пиво с водкой, можете в обратной последовательности, не закусывайте, понижайте градус, в общем, вызывайте всяческие отравления. На крайний случай можете просто запить селедку молоком. Утром, сразу же после пробуждения, вам нужно будет выпить снотворного и вперед на работу. Если будет сильно тошнить, то все-таки лучше остаться дома, но в таком случае, извольте прибраться и приготовить обед. К ногам привяжите мешочки с песком, желательно по килограмму на каждую. Это не ешьте, вам нельзя. И это тоже. И это. А еще сходите в поликлинику и сдайте кровь из вены на спид и сифилис. Также трижды в месяц проходите осмотр у проктолога. Далее начинается второй триместр. Это третий-шестой месяц. Тут вы можете уже привязать к животу матрас с водой. Если вы будете одеваться, не отвязывайте его. Обувь так на себя и надевайте. Спать тоже нужно будет с этим матрасом. Как-как? На боку. И да, не забыли выпить снотворного с утра? А, ну да, и перед работой литр воды. На ночь же выпейте еще литр воды, а затем уже мочегонного. Тяжело дышать? Проветривайте чаще. Некоторые говорят, что помогает. Сходите в поликлинику и сдайте кровь из вены. Как на что? Уже забыли? На спитосифилис, конечно. И продолжайте трижды в месяц проходить осмотр у проктолога. Матрас не отвязывайте. И, наконец, последние три месяца. Каждое утро начинайте с покатушек на вертящемся стуле. Крутитесь минут 5-10. Когда вестибулярный аппарат окончательно откажется с вами сотрудничать, просто вставайте и собирайтесь на работу. Вас качает? Сочувствую, это пройдет. Матрас на животе? Да, тот, что с водой. Накачайте посильнее. Выпейте мочегонного и на работе каждый час выпивайте по стакану воды. Увеличьте вес мешочков с песком, которые вы ранее привязывали к ногам. Пусть теперь каждый будет примерно по 2 кг. Вечером, не отвязывая матрас, ложитесь в постель и будьте потрясающим любовником. Сходите в поликлинику и сдайте кровь из вены. Да что у вас с памятью? Да, все на то же, на спитосифилис. В нос вставьте ватку так, чтобы воздух проходил, но была легкая дышка. Ватку носите постоянно. Трижды в месяц проходите осмотр у проктолога. Ну, конечно же, с матрасом, что за вопрос? Поздравляем, ваш матрасик полностью доношен. Вроде играться не будем, это все равно невозможно. Просто посетите в 20-й раз своего знакомого проктолога. Пусть он вставит вам куда-нибудь апельсин. Теперь дышите глубже. Удалось освободиться? Отлично. Можете отвязывать свой матрас. Спасибо, что досмотрели до конца это видео, я никого не хотела им обидеть. Надеюсь, вы вместе со мной посмеялись и все поняли. Обязательно пишите в комментариях свои реакции и делитесь этим видео с друзьями. И не забывайте подписываться на мой канал, я вас тут буду очень ждать. Пока!